Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Мы озвучиваем трехтомник Нового Завета, толкование Блаженного Феофилакта, вместе с откровением, показать, какое у нас сокровище есть. И здесь 240 еще и иллюстраций, классики, цветные фотографии. Вот они, черные полосы. Поехали. Номер 21. Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 17 по 18 стих. Тут раба-преддверница говорит Петру, и ты не из учеников ли этого человека? Он сказал, нет. Между тем рабы и служители, разведшие огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Толкование Блаженного Феофилакта. Женщина спрашивает Петра без дерзости, без грубости, но очень кротко. Ибо она не сказала, и ты не из учеников ли этого обманщика, но этого человека. А это, скорее, были слова сожалеющие и проникнуты любовью к человеку. Сказала, и ты не из учеников ли? Потому что Иоанн был внутри двора. Женщина это говорила так кротко, а он ничего этого не заметил. Опустил из внимания и предсказания Христа. Так слабо само по себе человеческое естество, когда оно оставлено Богом. Некоторые, напрасно желая угодить Петру, говорят, что Петр отрекся не потому, что боялся, но потому, что постоянно желал быть со Христом и следовать за Ним. А он знал, что если объявить себя учеником Иисуса, то его отлучат от Него, и он не будет иметь возможности следовать за Ним и видеть возлюбленного. Поэтому отрекся, сказав, что он не ученик. С этой же мысли он и грелся. Ибо для видимости он делал то же, что и слуги, как один из них, дабы не обличили его по изменениям в лице, не выгнали из среды себя, как у ученика Христова, и не лишили возможности видеть его. 18 глава, с 19 по 23 стих. Пересвященец же спросил Иисуса об учениках его и обучении его. Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказал, «Так отвечаешь ты, пересвященнику?» Иисус отвечал ему, «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» Толкование. Пересвященник спрашивает Иисуса об учениках, «Может быть так, где они, кто они, с какой целью он собирал их и какое у него намерение?» Он хотел обличить его, как нововодителя, какого-нибудь или возмутителя. Спрашивает и об учении, в чем оно заключается, не разнится ли от закона, не противно ли Моисею, дабы и в учении найти повод убить его, как богопротивника. Что же Господь? Он отвечает на подозрение его, «Я, — говорит, — тайно не говорил ничего. Ты подозреваешь во мне какого-то мятежника, тайно составляющего какие-то заговоры. А я тебе говорю, что тайно я не говорил ничего, то есть ничего возмутительного. И как тебе думается, ничего нового не ввожу. И с хитрым и тайным намерением я не говорил ничего своего». Если мы будем понимать эти слова Господа не в соответствии с подозрением первосвященника, то он представится говорящим ложь, ибо он многое говорил тайно, именно то, что превышало понятие простого народа. «Что спрашиваешь меня?» «Спроси слышавших». Это слова не человека надменного, но уверенного в истине своих слов. «Спроси, — говорит, — этих врагов, этих ненавистников, этих служителей, которые связали меня. Ибо это самое несомненное доказательство истины, когда кто в свидетели своих слов приводит своих врагов. А эти самые служители прежде отзывались так. Никогда человек не говорил так, как этот человек, Иоанна 7, 46. И после того, и после такого ответа ему не удивляется, но наносит удар в ланиту. Что же может быть наглее этого? Но тот, кто может все потрасти и уничтожить, не делает ничего такого, но произносит слова, которые могут укротить всякое зверство. Если, — говорит, — ты можешь порицать сказанное мною, то докажи, что я сказал худо. Если же не можешь, то зачем бьешь меня? Или и так. Если я сказал худо, то есть, если я учил худо, когда учил в синагогах, то приступи теперь и свидетельствуй об этом худом учении моем и доставь полные сведения перед священником, который теперь спрашивает мне об учении моем. Если же я учил хорошо и вы, служители, дивились мне, то за что теперь ты бьешь меня, которому прежде ты удивлялся? Этот служитель ударил Господа для того, чтобы избавиться от великого преступления, так как Иисус предстоящих призвал свидетелей, говоря, вот они знают, что я говорил, то служитель сей желает отвлечь от себя подозрение, что он был из числа удивившийся Иисусу и ударил его. Иоанна, 18 глава, 24 по 27. Анна послала его связанного к пересвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему, не из учеников ли его и ты? Он отрекся и сказал, нет. Один из рабов пересвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит, не я ли видел тебя с ним в саду? Петр опять отрекся и тотчас запел петух. Толкование. Так как не нашли в нем никакой вины, то отводят его к Каиафе. Быть может, надеясь, что он, как более хитрый, найдет что-нибудь против Иисуса достойной смерти, или уличив его в ответе, или обличив какой-нибудь поступки. Смотри, кипит или не кипит? Ей надо, мне же он попробует. Да я тогда разбираю все. А Петр, горячий любитель, одержим такой бесчувственностью, что учителя повели уже, а он еще не двигаться с места и греется, так что его опять спрашивают, и он отрекается, и не только во второй раз, но и в третий. Для чего же это все евангелисты согласно написали о Петре? Не для того, чтобы осудить своего ученика, но чтобы нас научить, сколько худо не обращаться во всем к Богу, а полагаться на себя. Нужно удивляться и человеколюбие владыки, он связан, его вводят из места в место, однако же он не оставил попечения об ученике своем, но обращаясь, взглянул на Петра, как замечает другой евангелист, Луки 22,16, и этим взглядом упрекнул его в слабости и возводил в нем раскаяние и слезы. Что тогда случилось с Петром тоже и ныне испытывает на себе многие из нас, как можно видеть, сущее в нас Слово Божие связывается и как бы забирается в плен, порабощаемое то скорбью, то удовольствием, ибо мы тем и другим связываемся и отводимся в плен или удовольствиями мирскими или скорбями забывая Бога. Тогда Слово осуждается, а бессловесие побеждает, и раб ударяет владыку, ибо таково восстание страстей. Ум наш, как бы иной Петр, часто надеется на себя, что не отречется от слова, посему и стоит и греется. Стоит, потому что не преклоняется, не смиряется, но одинаково и упорно остается при самоуверенности. Греется, потому что самоуверенность болит от горячности и надмения. Но его обличает раба, какое-нибудь небольшое и расслабляющее удовольствие, и он точно сотрекается от слова и подчиняется бессловесию. Или его обличает какое-нибудь скорбное искушение, как и тогда Петра обличил раб, и тогда обнаруживается бессилие его. Но будем молиться, чтобы Иисус, Слово Божие, взглянул на нас и возбудил нас к покаянию и слезам, когда мы выйдем из двора князя мира сего, этого пресвященника, распинающего Господа. Ибо когда мы выйдем из мира сего, который есть двор князя мира, тогда только воспрянем для искреннего покаяния, как и апостол Павел говорит. Выйдем к нему за ворота, то есть в мир сей, нася поругание его. Евреям 13, Иоанна 18, 28 по 32 стих. Акаиафы повели Иисуса в приторию. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал, «Чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ, «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им, «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему, «Нам не позволено предавать смерти никого, да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какой смерти он умрет». Толкование «Господа вводят по многим судилищам, думая, что они обеславят его, а истина напротив, еще более обнаружилось через рассмотрение дела многими судилищами. Ибо Господь вышел и всех их необвиненным получил силу непререкаемую. Ведут его в криторию, потому что сами не имели власти умерщвлять, так как находились под владычеством римлян. При этом они боялись, чтобы впоследствии не подвергнуться суду и наказанию за то, что умерщвили без суда. Было утро. Говорит для того, чтобы ты знал, что Каиаф допрашивал Господа в полночь, ибо он отведен был Каиафе прежде, чем петух пропел. О чем он спрашивал Господа, это евангелист умолчал, а другие сказали, когда ночь прошла в этих допросах, наутро отводят его к Пилату. И они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться. Какое безумие, когда убивают несправедливо, не думать, что они оскверняются, а войти в судилище, считать для себя осквернение, чтобы можно было есть Пасху. Господь совершил ее в первый день опресночный. Марка 14-12. Посему мы под Пасху должны разуметь или весь семидневный праздник, или понимать так, что они на этот раз должны были есть Пасху вечером в пятницу, а он совершил ее одним днем ранее, чтобы заклание самого себя соблюсти на пятницу, когда совершалась и Ветхозаветняя Пасха. Пилат поступает несколько справедливее. Он сам выходит. И хотя увидел Господа связанным, однако ничего этого достаточно для обвинения Христа. Но спрашивают, за что он связан. А они, не имея ничего сказать, говорят, если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе. Видишь ли, как они везде уклоняются от доказательств. Анна спросил, и не нашест ничего, отослал изменения не не выставляют. Он говорит, возьмите его вы, так как вы присваите суд самим себе и хвалитесь, что никогда не поступили бы несправедливо. Ибо говорят, если бы он не был злодей, то мы не предали бы его тебе. То возьмите его сами и судите. Если же вы привели его ко мне и дело его предаете суда законную форму, то необходимо высказать, в чем этот человек виноват. Итак, судите его вы, ибо я не могу быть таким судьею. Если закон ваш наказывает без вины, то судите сами. На это они говорят, нам не позволено предавать смерти никого. Говорят это, зная, что римляне осуждают мечей на распятие, дабы Господь был распят и смерть его была позорнее и разгласили его проклятым. Для этого они притворно говорят, что им не позволено никого убивать. А как Стефана побивали камнями? Но я сказал, что они говорят так потому, что желают, чтобы Господь был распят. Они как бы так сказали, нам не позволено никого умершлять на кресте, но нам желательно, чтобы этот был распят. Досбудется Иисусова о своей смерти. Именно или то, что он будет распят. Иоанна 3.14 Или что он будет умершлен не иудеями, а язычниками. Марка 10.33 Итак, когда иудеи сказали, что им не позволено убивать, тогда берут его уже язычники и по обычаю своему распинают на кресте. И таким образом слово Иисусова сбывается в том и другом отношении. В том, что он предан язычникам и в том, что он распят. Иоанна 18.33 3.36 Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему, «Не от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе обо мне?» Пилат отвечал, «Разве я иудей? Твой народ и пересвященники предали тебе мне, что ты сделал?» Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Толкование. Пилат призвал Иисуса наедине. Так как о нем было высокое мнение, то он хотел точнее все узнать вдали о смятении иудейского. Итак, спрашивает его, царь ли он, что говорили все, что он и выставляет на вид. А Христос его спрашивает, сам ли от себя он говорит это, или от других. Не потому, что не знает, но потому, что желает обнаружить злой умысел иудеев так, чтобы и Пилат обвинил их. Посему и Пилат правильно отвечает, что его предатели иудеи и вину отводят от себя. И иначе. Господь спрашивает Пилата, сам ли от себя он спрашивает это, или по внушению других, и тем обличает его в неразумии и несправедливом суде. Ну, как бы так, говорит Пилату, если ты говоришь это сам от себя, то укажи признаки моего восстания. Если же тебе донесли другие, то произведи точное исследование. Пилат не говорит, что он слышал других, но просто ссылается на мнение народа и говорит, предали тебя мне, что ты сделал. Это, кажется, слова, как бы огорченного и ожесточенного, ибо говорит, что ты сделал. Господь отвечает, царство мое не от мира сего. И таким ответом совершает два дела. Во-первых, возводит Пилата к познанию, что он не простой человек и не из числа земных существ, но Бог и Сын Божий. Во-вторых, уничтожает подозрения в похищении верховной власти. Царство мое не от мира сего, посему не бойся меня, яко тирана и мятежника. Ибо если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан, здесь же показывает и слабость нашего земного царства, ибо оно имеет силу в слугах, а царство вышнее сильно само в себе и ни в ком не нуждается. А манихеи в этих словах находят предлог говорить, что мир сей чужд благого Бога, ибо говорят, Сын Божий говорит, что царство мое не отсюда. Но, о безумные, вы прежде вникните в это изречение. Он сказал, царство мое не от мира сего, и опять, не отсюда, но не сказал, что оно не в мире с тем и не здесь. Он царствует в мире с тем, промышляет о нем и по своему хотению всем управляет. Но царство его не от мира сего, а свыше и прежде веков, и не отсюда, то есть не от земли состоялось, хотя здесь имеет силу и пребывает, но не отсюда и не состоит из дольнего и не падает. Потом, как нужно было бы понимать эти слова, пришел к своим. Иоанна 1,11 Если бы мир сей не был ему свой. Иоанна 18, 37 по 39 стих. Пилат сказал ему, Итак, ты царь? Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает глаза моего. Пилат сказал ему, что есть истина. И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли отпущу вам царя иудейского? Толкование. Когда Пилат спросил Господа, царь ли он, он отвечал, я на то родился, то есть, чтобы быть царем. Я имею это по существу и по рождению от отца, ибо то самое, что я родился от царя, свидетельствует, что я царь. Посему, когда слышишь, что отец дал сыну жизнь и суд и все прочее, Иоанна 5, 22, 26, то слово дал, понимаем, вместо родил его, так что он имеет жизнь, судит, и все это приходит от отца к сыну по естеству. На то я пришел в мир сей, чтобы сказать это и научить убедить всех в том, что я царь, владыка и Господь. Желаю этим привлечь внимание Пилата и склонить к слушанию своих слов, говорит, всякий, кто от истины слушает глаза моего. Посему и ты, Пилат, если ты чадо истины и любишь ее, послушаешь моего глаза и поверишь, что я царь, но не такой, каковы цари мира сего, имея власть не приобретенную, а природную, присущую мне по самому рождению от Бога и царя. Дело здесь намек на то, что иудеи не суть от истины, потому что не хотят слушать глаза его. Если же они не от истины, то без сомнения вымыслили на него все ложно, и он истинно не повинен смерти. Этими немногими словами он так пленил Пилата, что Пилат спросил об истине, что она такое, ибо она почти исчезла между людьми, и никто не знал ее, а все были уже в неверии. Но так как этот вопрос требовал особого времени для разрешения, а теперь нужно было избавить Иисуса от неистовства иудеев, то Пилат выходит к ним и говорит, «Я никакой вины не нахожу в нем». И говорит это разумно, ибо не сказал, хотя он погрешил и достоин смерти, но для праздника простите ему. Но сначала объявил его свободным от всякой вины, а потом уже предлагает им отпуск его. Посему, если Иисус будет отпущен, то им он не обязан нисколько, ибо они отпустили невинного. Если осудят его, этим докажется злоба их, потому что осудили невинного. Смотри название царя иудейского имеет некоторый свой смысл. Пилат этим очевидно высказывает то, что Иисус нисколько невиноват, но что они напрасно обвиняют его, будто он домогается царства. Ибо того, кто выдает сам себя за царя и восстает против владычества римлян, правитель римский не отпустил бы. Посему сказал, отпущу царя иудейского. Пилат объявляет Иисуса решительно невинным и насмехается над иудеями, говоря ка бы так, на кого вы клевещите, он выдает себя за царя, кого вы называете бунтовщиком и мятежником. Того я признаю нужным отпустить. Очевидно, потому что он не таков. Достойно исследования то, по какому поводу возник у иудеев обычай отпускать ради Пасхи одного узника. На этом можно, во-первых, сказать, то, что учащие учением заповедям человеческим Марка 7.7 весьма много вводили из своего мудрования, но не соблюдали заповеди Божии. Так и это ввели безразумное основание между тем, как в прочих случаях оставляли обряды, предписанные законом. Потом можно сказать, что и в Писании находится похожее законоположение, с которого они могли взять повод к обведению в обычах таких отпусков лиц осужденных, ибо невольно убийстве написано, «Если кто-нибудь не по вражде и без особенного намерения причинит зло ближнему, бросится суд или камень, а упавшая вещь поразит проходящего, и человек этот умрет, то такой убийца невольный. Рассудите же об этом вся синагога собрания и освободят его от смерти, ибо он убил незлонамеренно, но поместят его в оград убежище, то есть накажут изгнание». Число 35-22. Отсюда, быть может, как мы догадываемся, взяли они повод и ввели такой обычай, чтобы отпускать одного из осужденных за убийственное намерение. Закон предписывает это дело вести в синагоге иудейской, но как иудеи были во власти римлян, то и право отпускать узников они предоставляли начальникам римским, как теперь Пилату. Иоанна 18-40. Тогда опять закричали все, говоря, «Не его, но Вараву!» Варава же был разбойник. Толкование. «Смотри, в каких размерах высказывается злоба иудеев? Вараву, известного разбойника, выпрашивают на свободу, а Господа предают». Иоанна 19-й глава с 1-го по 7-й стих. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетшие венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багреницу и говорили, «Радуйся, царь иудейский!» и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им, «Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багренице и сказал им Пилат, «Все человек, когда же увидели его перед священником и служителем, то закричали, «Распни, распни его!» Пилат говорит им, «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему, «Мы не имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим». Толкование. Пилат бичует его, желая, по крайней мере, этим утешить и укротить ярость их. Так как словами не мог освободить его из рук их, то бичует, надеясь этим ограничить неистов своих, позволяет надеть на него хламиду и возложить венец, также с целью утолить гнев их. Но воины делают все из-за угождения иудеям. Они слышали, как Пилат говорил, «Я отпущу царя иудейского, посему насмехаются над ним, как над царем». Ибо не по приказанию же Пилата делали это и те, которые ночью пошли на Иисуса, без ведома правителя, но угождения иудеям из-за денег. Пилат слабодушен и не мстителен в отношении к иудеям. Он выводит Иисуса, еще раз желая погасить ярость их. Но они и этим не укротились, а кричат, «Распни, распни его!» Пилат же, видя это все делаемое им остается напрасным, говорит, «Возьмите и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Говорит же это, побуждая их к делу, им непозволенному, для того, чтобы Иисус был отпущен. «Я», говорит, «имеющий власть распять, не нахожу никакой вины, а вы, не имеющий власти распинать, говорите, что он виновен. Итак, возьмите его и распните, но вы не имеете власти». Итак, человек сей должен быть отпущен, такова цель Пилата. Он милостивее, однако же не настойчив за истину. А они, быв посрамлены этим, говорят, «По закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим». Прежде они обвиняли его в том, что выдает себя за царя. А теперь, когда эта ложь изобличена, обвиняют его в том, что он выдает себя за сына Божия. И в чем тут вина? Если он творит дела Божии, то что препятствует ему быть сыном Божиим? Смотри на божественное домостроительство. Они предавали Господа многим судилищем, чтобы опорочить его и помрачить славу его. Но это бесчестье обращается на главу их, ибо при точнейшем исследовании дела невинность его еще более доказана. Сколько раз даже Пилат объявлял, что он не находит в нем ничего достойного смерти. Иоанна 19, с 8 по 11 стих. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в приторию и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Иисус отвечал, ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. посему более греха на том, кто предал меня тебе. Толкование Пилат, услышав одно только слово, что он есть сын Божий, убоялся. А они видели божеские дела его, однако умерщвляет его за то самое, за что нужно было поклоняться ему. Спрашивают его не так, как прежде, что ты сделал, но кто ты? Тогда обвиняли его, как царя, потому естественно и спрашивал, что ты сделал. А теперь, когда клевещешь, что он сам себя выдает за сына Божия, спрашивает, откуда ты? Иисус молчит, ибо он объявлял ему уже Пилату, я на то родился, и царство мое не отсюда. Однако же Пилат нисколько не воспользовался этим и не стал за истину, но уступил требованию народа. Посему Господь, презирая вопрос его, как предлагаемый напрасно, не отвечает ничего. Оказывается, что Пилат нисколько не имеет твердости, но всякая случайная опасность может поколебать его. Он боялся иудеев, трепетал и Иисуса, как Сына Божия. Посмотрим же, как он сам себя осуждает своими словами. Я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя. Если все зависело от тебя, почему же ты не отпустил того, кого нашел невинный? Господь, не злагая его высокомерие, говорит, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было тебе дано свыше. Ибо я не просто так умираю, но совершаю нечто таинственное, и это свыше предопределено для общего спасения. А чтобы ты услышав дано свыше, не подумал, что Пилат не подлежит ответственности перед Богом, прибавляет боли греха на том, кто предал меня тебе. И этим показывает, что и Пилат повинен грехе, хотя и меньшим. Ибо от того, что умереть Христу, дано свыше, то есть допущено. Пилат и иудеи не становятся уже невинными. Но свободная воля их выбрала злое, а Бог попустил и дозволил им привезти это в дело. Итак, от того, что Бог попускает злобе приходить в дело, злые не свободны от вины, но за то, что они избирают и совершают злое, они достойны всякого осуждения. Все. Выключай это.